Девушки отдыхают Дениска читал книги про мореплавателей и знал, что бутылки с запиской бросают в море, когда моряки терпят бедствие. Он позвал своих друзей и распечатал бутылку. В записке сообщалось, что известный покоритель морей и океанов, неустрашимый капитан Хруст, потерпел крушение и попал в злые руки туземцев. Медлить было нельзя. Дениска собрал лучшую в мире команду, состоящую из таких смельчаков моряков, как Сережка, Петька, Валька и других, кого отпустили родители. Мамы, конечно же, не хотели отпускать моряков, но все, даже бабушки, понимали, что спасение капитана Хруста – дело чести. Капитан скомандовал «Отдать концы!» и матросы отдали концы, и наш корабль отправился в кругосветное путешествие. За бортом шумела волна, наш корабль набирал ход, а на палубе начались обычные морские будни. В записке от капитана Хруста говорилось, что он находится на острове Хрустляндия, который расположен посередине, между Тихим и Атлантическим океанами. Наши отважные моряки Сережка, Петька и Валька нашли на карте кратчайший путь к острову с помощью линейки и других морских инструментов. Все было чудесно. Погода стояла замечательная. Матросы радовались тому, что они наконец-то пустились в плавание. Но внезапно над мореплавателями нависла серьезная угроза. На корабль таинственным образом проникли пираты. Пираты были очень кровожадными и не собирались шутить. Они выломали дверь в капитанскую рубку и захватили в плен отважных моряков и всю команду. Лишь маленький юнга успел спрятаться в укромном местечке, о котором даже пираты не могли додуматься. Команда была связана по рукам и ногам. Но никто не плакал и не звал маму на помощь, потому что моряки были отважными и храбрыми. Даже перед глазами пиратов никто не уронил своего достоинства. Могущественный корабль отважных моих плавателей тут же превратился в пиратский корабль. На нем воцарилась анархия. Пираты начали играть в карты. А где карты, там недалеко и до драки. А драки у пиратов ожесточенные. Обычно они дерутся до первой слезы. Но иногда драка носит массовый характер. И они бьются до тех пор, пока не перебьют друг друга. Тем временем корабль подплывал к Хрустляндии. Пока пираты дрались, маленький юнга сумел выбраться из своего укромного убежища и освободил команду. Увидев капитана с матросами, пираты бросились за ними в погоню. Команда высадилась на берег, где их уже давно поджидали кровожадные туземцы. Матросы и пираты и индейцы вступили в ожесточенный бой друг с другом. Война шла не на жизнь, а на смерть. Никто не хотел сдаваться. Даже девчонки не подкачали. Они бегали и визжали, наводя на противника ужас. Во время боя все так сильно перемешались, что перестали узнавать, где свои, а где чужие. Поэтому воевать стало бессмысленно. И они подружились. Бой был настолько ожесточенный, что все очень сильно проголодались. Индейцы пригласили ребят к себе домой. Там-то все и встретили своего любимого капитана Хруста. Индейцы по своему стародревнему обычаю предложили выкурить трубку мира. Но никто из моряков не курил. Поэтому трубку мира искурил капитан Хруст. А все остальные с удовольствием поели хрустяшки капитан Хруст. Все довольные тем, что их приключения закончились благополучно, решили отправляться обратно. Когда моряки вернулись домой, их встретили счастливые мамы, которые сразу же начали обнимать и целовать своих любимых детей. Мама, когда я вырасту и стану капитаном, я обязательно возьму тебя с собой в плавание.